Сегодня я буду проповедовать об откровении. Это то, что нам необходимо взять и сказать «это мое». У Бога для каждого из нас есть откровение. Давайте посмотрим Слово Божье. Книга притчей, 28 глава, 19 стих. 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». В одном из переводов этот стих звучит так. «Без божественного водительства, точнее так, когда люди не принимают божественное водительство, они начинают вести себя безобразно». Это один из переводов, их есть очень много. И мне нравится это слово, потому что, когда люди отвергают божественное водительство, на самом деле, это касается как верующих, так и неверующих людей. Когда неверующие люди отвергают божественное водительство в лице Господа Иисуса Христа, вы знаете, что происходит. Разного рода извращение, извращенный ум, извращенные идеи, извращенное понимание приходят в жизнь людей. И то, что было черным, называется белым, то, что было белым, называется черным. Но также для Божьего народа очень важно иметь откровение, жить в откровении. Потому что откровение — это то, что отделяет нас от всех остальных. Человек, имеющий откровение, будет человеком, который уверенно идет вперед, несмотря ни на что. Что? Когда вы знаете, что вы должны быть на определенном месте, в определенное время, вам не страшно, что происходит вокруг вас. Потому что если закрыт один путь, если закрыта одна дверь, Бог обязательно откроет вторую дверь. Слава Богу! Когда я вчера летел, я подумал, какая мне разница, несколько лишних часов языками помолюсь. Ну, не прилетел я раньше, но приеду позже. Все равно. Потому что Слово Божье, которое Бог мне дал, я знаю, что оно должно было быть здесь провозглашено. Я знаю, что Бог прислал меня на это место, поэтому мне было все равно. И когда у вас есть эта внутренняя уверенность, когда у вас есть вера в то, что то, что вы делаете, является правильным, что вы послушны Богу, появляется дерзновение, появляется отвага, появляется смелость смотреть в глаза любым вызовом, любым обстоятельствам и говорить, «Тот, кто во мне, больше того, кто в мире». «Тот, кто во мне, дал мне силу, дал мне власть преодолевать любые вызовы, любые неприятности, все, что выступает против меня, потому что Он во мне, Он со мной. Он никогда не оставит и не покинет меня». Иисус сказал, «Я никогда не оставлю и не покину вас даже до скончания века». Мы его дети, слава Богу, мы должны иметь это откровение. Вы знаете, 20 лет назад, сегодня, примерно в это же время, я также стоял в своей жизни на небольшом раздорожье. В это время я работал в Министерстве финансов Украины, закончил университет. Мне нравилась моя работа, мне нравилось заниматься бизнесом, я работал и брокером параллельно. Я даже стал членом организации «Бизнесменов полного Евангелия» летом 1993 года, как раз когда приезжал Дэвид Хэссэвэй в Украину и проводил конференцию. И я думал, что Бог будет использовать меня именно в этой сфере. Но несколько месяцев, проведя в церкви, это были первые месяцы после крещения Духом Святым. Помолившись языками, мне очень нравилось молиться языками. И я проводил очень много времени в молитве языками. И я начал чувствовать внутри себя, что Бог работает со мной. И как-то в течение буквально двух-трех дней это выкристаллизовалось, что у меня есть выбор. Либо продолжать заниматься дальше бизнесом, идти в этом, либо стать на путь полного служения. И на самом деле для меня не было слишком сложным сделать выбор, потому что я знал мое сердце, в своем духе я знал, что Бог хочет, чтобы я отставил все, что связано с бизнесом, чтобы я отставил все, что касается этой сферы, и полностью погрузился в служение. Для меня это было откровением в то время. Но это откровение пришло естественным образом, сверхъестественно естественным образом. Бог просто показал через множество событий в моей жизни, какой выбор мне следует сделать. Я вкусил Божью благость. Я понял, что когда я послушен Богу, когда я делаю то, что Он мне говорит, даже если моему разуму это непонятно, даже если мне непонятно, это идет против всего того, к чему я привык, и что я видел в своей жизни, Бог дает мне возможность ходить более высокими путями. И если я избираю этот более высокий путь, я никогда не пожалею. В моем сердце взорвалось это откровение, которое записано в Слове Божьем. Я это увидел. Написано, что всякий, призывающий имя Господне, не постыдится. Аллилуйя. Поэтому независимо от того, чем я занимаюсь, если я делаю то, что сказал мне делать Бог, если я поступаю по этому откровению, я никогда не буду постыжен ни в чем. Это для меня стало как дважды два четыре. Я знаю, что для многих христиан на сегодняшний день это являются проблемой. Я разговариваю с людьми из разных динаминаций, встречаюсь с разными и служителями, и пасторами, и я слышу постоянно одну и ту же вещь. И это можно очень легко заметить. Когда человек не имеет откровения, у него начинается колебание. Есть двоедушие. Но может быть, воля Божья в этом, а может быть в этом. Независимо от того, в какую церковь выходит, это не имеет значения в данном случае. Если у вас есть откровение, Бог будет вести вас по откровению. Я уже говорил вам раньше, но повторюсь еще сейчас. Бог для нас неожиданные двери открыл совершенно. У нас появился друг из греко-католической церкви, священник, который стал самым большим покупателем, вот этих вот книг «От веры в веру», вы знаете, Кеннета и Глории Копленд. И этот человек, эта книга изменила его жизнь. Он пришел к Богу через такие драматические обстоятельства. Очень интересный человек, кстати, бывший десантник тоже. И очень интересно то, что он покупает эти книги, он идет и раздает их в харизматических церквях и говорит, им это нужно, пусть читают. Он крещен Духом Святым, он молится иными языками, он проповедует исцеление и видит эти исцеления в своей греко-католической церкви. Он очень много дарит людям Слово. Бог открыл для нас эти двери. И когда я смотрю на то, как Бог работает, я понимаю, что Он нелицеприятен. И я вижу, что человек, который ходит... Знаете, есть вещи, которым нам нужно учиться друг у друга. Мы иногда смотрим на динаминационные различия, как на то, что нас разъединяет, но нужно научиться смотреть по-другому, как на то, что мы можем научиться друг у друга многому. Вы знаете, есть люди, которые не крещены Духом Святым, но они очень смиренные. И некоторым из нас, наших братьев-харизматов, стоит поучиться тому, чтобы иметь такое смирение. Есть люди, которые очень дисциплинированы и которые знают, что нужно платить цену за то, чтобы увидеть Божье движение в своей жизни или в жизни своей церкви. У них нет такого шапкозакидательского подхода. Возьмем весь город через пять минут и так далее. Бог может сделать за одно мгновение то, что мы не сможем сделать за всю вечность. Я не унижаю ничью веру. Я говорю сейчас о том, что когда у человека есть откровение о чем-то, и он силен в этом откровении, то нам необходимо иметь здравый рассудок и также в своем сердце откровение, что мы можем научиться чему-то. Я многому научился, глядя на людей, которые до меня прошли этот путь. Я всего лишь 20 лет в Господе, 21 год уже, но я вижу людей, которые уже по 40, по 50 лет служили. Разговариваешь с людьми, которые были в советское время, там, где я грибы собирал со своим отцом, оказывается, там пруды есть под Киевом. Они там крещение принимали по ночам. Я ходил мимо этих мест, и вы знаете, я не имею ни капли сомнения в том, что когда они принимали это крещение, когда они молились на иных языках, когда Дух Святой сходил там, происходило то же самое, что происходит сегодня. Они пророчествовали. Они провозглашали спасенные души в Царство Божье. Они стояли на коленях, они плакали, они молились за то пробуждение, которое мы видим сегодня. Если люди не видят пробуждения, сегодня на Украине они слепые. Та свобода, которой мы наслаждаемся, те возможности, которые Бог открыл для нас, чтобы нести Слово Божье сегодня не только в Украине, но и по всему миру, это и есть пробуждение. Конечно, мы хотим большего. Конечно, мы хотим лучшего. Конечно, мы хотим видеть это все в гораздо большем масштабе. Но то, что есть на сегодняшний день, давайте будем за это благодарны и будем стоять в том, что мы будем идти дальше, мы будем развиваться дальше. Потому что Бог хочет на этой земле сделать очень многое. Он хочет излить свою благость, как никогда раньше. Он хочет явить свою доброту, как никогда раньше. Он хочет, чтобы исцеление в церкви стали редкостью. Я не оговорился. Он хочет, чтобы в церкви люди ходили в божественном здоровье. Чтобы исцеления были, Библия называет исцеление хлебом для детей. Вы знаете, когда ребенок наедается, он обычно уходит и играет. Идет, занимается чем-то другим. Нам пора уже научиться ходить в этом. Нам пора уже научиться нести это все тем людям, которые не знают Бога, которые страдают сегодня. Аллилуйя. Я думаю, что пастор Ирина не случайно говорила об этом слове «боль». Вы знаете, сегодня мы празднуем годовщину церкви. Но мы никогда не должны забывать о том, что вокруг нас находится море боли. Люди ждут. Писание говорит, что творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Откровения сынов Божьих. Когда мы наконец-то выйдем за рамки того, куда мы сами себя поставили. Я помню, 20 лет назад, когда я был только крещен Духом Святым, 99 человек из 100, за которых я молился и видел мгновенное исцеление, были неспасенные люди. Я не думаю, что сегодня ситуация изменилась. Пришло время, когда нам нужно научиться принимать это исцеление верой и идти дальше и молиться за тех людей, которые нуждаются в этом исцелении, которые не знают Господа, но когда они увидят и услышат, что Бог делает, они будут меняться, они захотят приходить к Иисусу. Не к религиозным структурам, но к Иисусу. Слава Богу! Я имею честь и привилегию работать в миссии Кеннета Копланда, и одна из вещей, которая мне нравится в этом служении, это то, что это служение было основано на откровении. Оно было основано на откровении, когда брат Копланд 47 лет назад ходил по высохшему руслу реки Арканзас, по-моему, или как она там называется, я уже не помню точно, и Бог ему сказал, что ты призван к мировому служению. Он сказал, в то время у меня не было денег, чтобы переехать на другой конец города. Какое мировое служение? Но он принял это слово верой. Он принял это слово верой. И сегодня мы видим, как жизни миллионов людей в этой стране, бывших в Советском Союзе, изменены тем посланием, которое мы услышали, о вере, о обесцелении, о преуспевании. Слава Богу! Слава Господу! Поэтому откровение является очень важной частью нашей жизни. Слово Божье говорит, без откровения свыше народ не обуздан. Когда нет откровения, начинается шатание. Люди в церкви очень часто не ходят в откровении, так как Бог предназначил для нас это делать. Почему? Потому что принимают часть одну, но не идут дальше. Вы помните прокаженного, который подошел к Иисусу и сказал ему, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. У этого человека было откровение о том, что Бог может, но у него не было откровения о том, хочет ли он. Слава Богу! Я думаю, что любой человек, даже не верующий, имеет это самое простое базовое откровение. Бог может все. Он может сделать что угодно. Он может исцелить, он может поднять со смертного ложа, он может все это сделать. Но у людей большой вопрос, а хочет ли он? И когда не верующие люди спрашивают об этом, но когда в церкви человек спрашивает, а хочет ли Бог исцелить, а хочет ли Бог помочь, а хочет ли Бог сделать то или другое, ответ на этот вопрос навеки запечатлен кровью Иисуса. Да и аминь. Все обетования Божьи в нем. Да и в нем аминь. В славу Божью. Через нас говорит Слово Божье. Бог хочет. Бог хочет. Если бы Он не хотел, Он бы не посылал Иисуса на крест. Потому что это искупление просто для Духа было бы неполным. Человек во всей своей полноте, Дух, Душа и Тело, для этого была жертва Иисуса. Раны, которые Иисус принял на свое тело, они были для того, как написано в книге Исаии, что Он понес наши немощи, взял наши болезни, ранами Его мы исцелились. Наказание мира нашего было на нем, поэтому сегодня мы с вами можем иметь мир Божий для своей души. Мы можем не переживать и не волноваться ни при каких обстоятельствах. Аллилуйя. Я говорю, мы можем, и мы должны в этом ходить. Это возможно, и это самая лучшая жизнь, которая только может быть. Не так ли? Слава Господу! Давайте немножко почитаем еще Слово Божие. Давайте откроем сейчас. Я хочу немножко с вами поговорить по поводу откровения и того, что касается откровения. Потому что я верю, что это очень важная тема. Вы знаете, когда апостолы ходили вместе с Иисусом, они видели то, чего они не видели в жизни других раввинов. других учителей Слова Божьего. Они видели, что в каждой ситуации, в которую они попадали вместе с Иисусом, Он поступал как человек, который знал что-то, чего не знали другие. Когда они плыли в лодке, и началась буря, Библия говорит, великая буря, внезапно налетела великая буря, они все перепугались. Лодка начинала тонуть, набираться водой. Иисус спал в это время. Просто спал спокойно. И они подошли к Нему и сказали, Господи, неужели Тебе нет нужды, что мы погибаем? То есть они... Этот вопрос для меня звучит таким образом. Тебе все равно. Ты спасешься при любых обстоятельствах, а вот мы погибаем. Опять-таки, это двоедушие. Мы знаем, что ты можешь спасти нас, но хочешь ли ты? Сам-то ты, понятное дело, из огня выйдешь, из воды как угодно. Если ты по воде ходишь, то что тебе... Какая тебе разница, потонет лодка или нет? Ну потонет, пойдешь себе по воде дальше до берега. А вот нам что делать? Поэтому они подошли. У меня этот вопрос много лет. Я читал это слово и каждый раз думал над ним. Господи, неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем? Мы часто так обращаемся к Богу, даже не сознавая того, как эти апостолы. Мы часто так говорим Ему, может быть, не такими словами, но своими поступками и своими мыслями. Мы иногда не говорим слух. Мы же знаем, что есть правильное исповедание, есть неправильное исповедание. Поэтому мы не скажем слух. Но внутри себя подумаем, Господи, неужели Тебе нужды нет, что у нас вот такая ситуация? Писание говорит, что Бог знает и наши мысли до того еще, как они появились. Бог знает, что мы думаем, Бог знает, как мы мыслим. Поэтому для нас лучше оставить эти все игры и честно поговорить с Богом. И я знаю, что каждый раз, когда мы честно обращаемся к Богу, обращаемся к Его Слову, Бог будет нам говорить и показывать в Своем Слове ответ. Когда Моисей, вы помните, с израильтянами шли из Египта и армия Египта догнала их, и народ, Библия говорит, начал просто кричать. Там не написано, что Моисей кричал. Но когда он обратился к Богу, Библия говорит, что Бог ему сказал, а ты чего кричишь? У тебя есть жезл в руке? Простри его и вперед. И он простер этот жезл, и Черное море разделилось на две части, и они прошли посуху. Мы очень часто точно так же обращаемся к Богу, мы кричим, и Бог всегда будет отвечать, почему ты кричишь? В чем дело? Посмотри, ведь ты читал это вчера, и сегодня, и третьего дня, да? Ты читал это слово, есть вот это слово, возьми это слово и просто поверь ему. Поступи на основании этого слова. Вы знаете, каждое служение, которое проходит в церкви, это своеобразный вызов для нас, потому что мы приходим, мы собираем пожертвования, мы поклоняемся Богу, мы делаем все эти вещи, и каждый раз, особенно когда дело касается пожертвований, люди очень часто начинают думать, а мы все думаем о том, окей, я сейчас отдаю, и первый вопрос, сколько у меня остается? Мы не мыслим теми категориями, которыми мыслил Иисус, нам нужно меняться, для этого нужно откровение. Давайте мы сейчас посмотрим одно место Писания, это Матфея 16 глава. Вы все помните очень хорошо, что там написано, эту историю все прекрасно знают. 16 глава с 13 стиха. Придя же в страны Кесарии, Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» А они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». 17 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Смотрите, Иисус сказал ему, «Ты блажен, или ты благословен, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Петр получил откровение о том, кем был Иисус. Но давайте посмотрим чуть-чуть дальше. Проходит буквально несколько стихов, совсем чуть-чуть, и вот 21 стих. Смотрите, в 19 стихе еще только говорится о том, что «дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, это будет связано на небесах» и так далее. 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что мы должны идти в Иерусалим и много пострадать» и так далее. 22 стих. «И отозвав ее, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Интересно, какие мысли были в голове у Петра, когда он это услышал? Может, как и все мы, наверное, по-человечески подумал, «Иисус, тебя не поймешь. Вчера, пять минут назад ты говорил, что я блажен, сейчас говоришь, отойди от меня, сатана». Я уже понял, за кого почитать тебя, а ты за кого вообще меня почитаешь. Так я блажен или отойди, сатана? В чем дело? Просто Петр, получив это откровение, это не было полным откровением. Вы знаете, оно было полным, может быть, в своей изначальной форме, как Бог дал ему это откровение, что Христос это Сын Бога Живого. Но в этом откровении было гораздо больше, чем то, что думал Петр. Видите, откровение очень часто блокируется или искажается нашими представлениями. Потому что мы читаем дальше, когда уже Иисус даже воскрес, когда Он возносился на небо, ученики спросили Его, Господи, а не все ли время восстанавливаешь Ты Царство Израилю? У них была одна мысль. Когда они шли в Иерусалим, Библия говорит, они между собой по дороге ссорились там, потому что спорили, кто бы из них был больше. Мать сыновей Завидеевых подошла, сказала, Господь, есть просьбочка, дай, чтобы один сын мой сел у тебя по правую руку в Царствие Твоем, а второй по левую. У них было четкое представление, раз Он Мессия, значит, Он будет царствовать, и мы будем царствовать с Ним. Слава Богу. Да и аминь. Он Мессия, и мы будем царствовать с Ним, но не сейчас, а чуть попозже, в том виде, в котором мы себе представляли. Сейчас Писание говорит, мы царствуем в жизни посредством единого Иисуса Христа. Слава Богу за это. Но что касается тысячелетнего царства, оно еще не пришло. Библия говорит, что мы будем царствовать с Ним, как священники и цари, и Он нас делал священниками и царями нашему Богу навеки. Аллилуйя. Но у них было это представление о земном царстве, что вот Мессия придет, и Он утвердит это царство. Поэтому у Петра было такое же представление. Поэтому, когда он услышал, что Иисус начал открывать, расширять это откровение для него и для других учеников и апостолов, он сказал, что Ему много надлежит пострадать, быть убитым и так далее, и тому подобное. А Петр сказал, не, минуточку, это не вписывается в мое понимание этого откровения. Будь милостив к себе, Господи, да ты что, зачем тебе это надо? И Иисус ему сказал, отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Приходит момент, когда мы получаем откровение, и мы должны не просто это откровение втеснуть в рамки своего мышления, но позволить Богу открывать и работать с нами дальше. Я знаю, что когда Бог мне показал, чем я буду заниматься, это не было, я не просил об этом у Бога, Бог просто мне показал однажды, но у меня не было ни малейшего представления о том, как именно я буду это исполнять. Я не знал, где и как, и с кем. Все, что я знал, мне было этого достаточно, что я, Божий ребенок, принимая участие в жатве последнего времени, и я, Божий сын, поверив во Христа Иисуса. Все. Этого было достаточно. Дальше, я просто позволил Богу вести меня шаг за шагом. Я помню, пастор Рик Реннер говорил об этом. Он сказал, когда Бог открыл мне, чем я буду заниматься, это было настолько большое, настолько могущественное видение, говорит, я просто сидел, я смотрел на то, как все, что Бог будет делать через мою жизнь, через мое служение. И пастор Рик сказал, он говорит, но если бы Бог мне сразу в одно мгновение показал все детали вот этого видения, этого откровения, как и что я буду делать, я бы этого не вместил, потому что многие вещи, которые были в этом откровении, они были спрятаны. И они спрятаны не от нас, они спрятаны для нас. Я уже приводил вам этот пример в один из своих приездов, но если бы сейчас, сегодня будет разыгрываться здесь антенна спутниковая, но если бы этих антенн здесь было столько, сколько людей может вместить в зал, и все эти антенны были спрятаны, и на каждой из них было написано ваше имя, лично ваше. И пастор Юрий вышел бы на сцену и сказал, в этом здании для каждого, кто здесь находится, есть спутниковая антенна, там написано ваше имя, все, что вам нужно сделать, это только пойти и найти ее. И вы представьте себе, вы все начинаете искать по этому зданию эту антенну. Наконец вы находите эту антенну, вы счастливы, что вы ее нашли, но это только первая часть. Вторая часть, пастор Юрий говорит, а теперь мы приедем к вам домой и подключим, и покажем, как это все делается. Первая часть, вы нашли эту антенну, вторая часть, ее еще нужно подключить. А есть еще третья часть, нужно еще смотреть то, что идет благодаря этой антенне. А есть еще четвертая часть, а потом еще в свою жизнь принимать то, что услышал и увидел. А потом еще пятая часть идет, идти дальше и быть благословением до края земли, как Господь сказал Аврааму. Авраам имел откровение, когда Бог сказал ему, что ты будешь отцом множества народов, он вывел его на улицу из шатра и сказал, посмотри на небо. Сколько видишь звезд, если ты можешь посчитать их, столько у тебя будет потомков. Библия говорит, Авраам поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Аллилуйя. Знаете, я вчера тоже, когда летел в самолете, и он такие иногда движения делал, я смотрю, думаю, интересно, это земля или это что? Какие-то огоньки такие. А потом присматриваюсь, а нет, это звездочки, оказывается. Я уже так хотел приземлиться побыстрее, а это звезды были. Я думаю, а, ну если звезды, и пропал этот сигнал, пристегните ремни, думаю, наверное, мы точно в Киев возвращаемся, потому что нам не сразу объявили. Мы летаем, летаем, летаем и все. Вот, только вверх-вниз, вверх-вниз, такие качельки. Потом звездочки появились. Когда появились звездочки, я понял, мы набрали высоту, потому что над землей была облачность, и звезд не видно было. Значит, надо было пройти сквозь облака, и тогда уже видны звезды, луна и все остальное. Вот Авраам смотрел на это, и Библия говорит нам в послании к римлянам, что он уже не смотрел на свое тело, которое омертвело, и не смотрел на утробу Сарину, которая была в омертвении. Он уже на это не смотрел. Если раньше он смотрел, когда Бог ему сказал, у тебя будет сын, у тебя будет наследник, он смотрел на себя, и он думал о том, что он не может сделать. Но когда Бог вывел его на улицу и сказал, посмотри вверх, Авраам перестал смотреть на себя, перестал смотреть на Сару, Авраам смотрел уже только на небеса. Аллилуйя! Как написано, возвожу очи к горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Аллилуйя! Откровение. Откровение очень нужно нам. Вы знаете, что это, конечно, не на 15 минут, чтобы говорить об этом, но в Ветхом Завете, если вы почитаете, ковчег назван ковчегом откровения. Скрижали названы скрижалями откровения. В скине названо скиней откровение. Апостол Павел очень хорошо знал эти вещи. Апостол Павел, насколько я это вижу, из Нового Завета, был человеком, который на самом деле ходил в откровении так, что ему хочется подражать. Давайте почитаем, что он сам говорит. Вы знаете, что апостол Павел написал две трети Нового Завета. Две трети Нового Завета написаны одним человеком по имени апостол Павел. И вот смотрите, в Ефесянам 3 глава апостол Павел пишет с первого стиха, «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». Третий стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта, опять-таки, святым апостолом его и пророком, Духом Святым». Вы видите, апостол Павел, посмотрите послание к Галатам, еще один стих, вторая глава, апостол Павел пишет с первого стиха, «Потом через 14 лет ходил я в Иерусалим, опять ходил я в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита». Смотрите, «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое многою язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался». Апостол Павел ходил в Иерусалим по откровению, для того, чтобы представить то, что он делал людям, подчинить себя людям, которые были до него, которые ходили со Христом до него. Здесь есть чему поучиться. Вы знаете, сегодня есть много людей, которые... Мой пастор Христос, да? Ни по местной церкви, ничего, но мой пастор Христос. Апостол Павел не был таким беспорядочным человеком, потому что, как написано, «Без откровения свыше народ не обуздан, беспорядочен, но соблюдающий закон Библия говорит блажен». Смотрите, Библия, Слово Божье называет закон или записанное Слово Божье откровением. Есть два уровня, если можно так выразиться, откровения в определенном смысле, потому что здесь можно много говорить и рассказывать, но вот записанное откровение Божье. Это записанное откровение Божье. Если вы хотите погрузиться в откровение, проводите в нем время. Читайте, размышляйте, исповедуйте все то, что написано в книге Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит себя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аллилуйя. Это записанное откровение Божье. Но есть еще одно откровение, которое приходит к нам благодаря тому, что мы имеем внутри себя дух откровения, дух святой. Апостол Павел пишет, опять-таки давайте прочитаем послание к Ефесянам, 1 глава. Его молитва за церковь. 1 глава и 18 стих. 17 стих. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Дух откровения пребывает внутри нас. Мы не можем заработать откровения. Вы не заработаете его ни сорокадневными постами, ни молитвами 24 часа в сутки, ни поклонением, ничем. Как не заработаете и ничто остальное от Бога. Ни спасения, ни исцеления, ни финансовый успех. Эти вещи все принимаются от Бога по вере через Его благодать. По благодати через веру. Халлилуйя! Это все по благодати через веру. Бог хочет дать нам откровение. Это первое, что нам нужно утвердить в своем сердце. Бог хочет дать мне откровение. Почему? Потому что почитайте 118-й Псалом, где Давид пишет. Там слово «откровение» встречается столько раз, что я не буду сейчас этого даже трогать и говорить об этом. Может быть, немножко позже на других собраниях сегодня по возможности. Но Давид очень хорошо понимал это. И Давид написал о том, что «я прилепился к откровениям твоим всем сердцем моим». Когда Бог дает откровение, друзья, не отпускайте его, запишите его. Это одна из вещей, которым я научился в своей жизни. Когда вы слышите что-нибудь, пусть с вами всегда будет, сейчас, слава Богу, для этого есть масса возможностей, будь то iPhone или iPad или что угодно, или записная ручка, книжка, но пусть с вами будет что-то, что вы можете под рукой, чтобы вы всегда могли записать, что Бог говорит вам. Потому что иногда эти вещи, это разница между жизнью и смертью. Иногда Бог говорит такие вещи, которые меняют нашу жизнь радикально. Это касается очень многого. Это касается работы, семьи, выбора спутника или спутницы жизни, всего абсолютно. Бог заинтересован в самой мелкой детали нашей жизни, ведь Он создал нас. Каждая часть нашего дизайна, нашего человеческого существа и нашей жизни создана и задумана им. И Бог хочет, чтобы мы познавали это через откровение. Откровение это Божья тайна для нас. Это наша жизнь, которая спрятана, если выражаться современным языком на диске, и вы получаете необходимую информацию. Это несложно получить откровение. Сложно не получить откровение. Бог говорит к нам постоянно. Нам нужно научиться слушать Его. И для того, чтобы слышать это откровение, нам необходимо в первую очередь пребывать в Его Слове. Слышать Его Слово. Читать, молиться, размышлять, исполнять то, что написано в Его Слове. Потому что написано не слушатели только будут блаженны, но исполнители дела, да? Потому что Слово, которое Бог дает, оно приходит с определенной целью. Откровение, которое Бог дает, оно приходит с определенной целью. Я помню, когда много лет назад, 20 лет назад, опять-таки, примерно в это время, я провел такую вещь. Я очень сильно хотел знать Бога лучше. Я знал, в то время я не был женатым человеком еще, и у меня было побольше свободного времени, чем сейчас. Но я просто однажды решил, а почему бы мне не провести ночь с Богом, вот так, как я никогда этого не делал. Как раз родителей дома не было, но я все равно не дома это собирался делать. Это был где-то сентябрь, начало октября, была теплая, хорошая погода, и рядышком был стадион с тем местом, где я жил тогда. И я решил тогда пойти просто провести всю ночь. Я сделал это так, один час я молился языками, один час я пел все псалмы, которым научился в церкви, песни прославления, поклонения и так далее. И у вас замечательное молодежное служение в церкви здесь. Я это часто повторял и повторяю, это благословение. Я в своей церкви, той первой, в которой я был, я был всего лишь на двух молодежных служениях, в то время мне было 22 года. Меня просто интересовало кое-что другое. Я хотел Бога. Очень часто молодые люди приходят, и это особенность молодых людей, хочется общаться, хочется как-то провести время. Дорогие друзья, сегодня много молодежи, я очень рад этому. Я хочу вам бросить вызов. Станьте серьезнее внутри себя. Вы увидите больше и лучше. Никакая тусовка, никакое времяпровождение не заменит то, что вы имеете с Богом. Кеннет Хейген однажды сказал, брат Кеннет Хейген, он сказал, он отводил специально такое время общения с Богом, чтобы получать откровение и двигаться дальше. И он сказал, после этого времени, проведенного с Богом, я когда возвращался домой, говорит, я иногда слушал, была там любимая у него какая-то христианская группа по радио, говорит, я включал радио, я обратил внимание, он сказал, после двух-трех дней, которые он провел с Богом, Бог ему дал новые свежие откровения, говорит, я включил, и меня эта музыка больше не трогает. это не потому, что группа стала хуже или еще что-то, в духе человек поднялся на новый уровень. Аллилуйя. И теперь то, что было раньше, уже не удовлетворяет. Вы знаете, у меня маленькие дети, и я понимаю, что то питание, например, нам всем нравится собирать грибы, мы ходим часто по грибам, в этом году, для меня, буквально несколько дней назад мы были в лесу, в очередной раз, насобирали много грибов, но для маленьких детей в том возрасте, особенно для моих меньших, 2,4 года, еще просто, ну, нежелательно есть их, потому что в это время еще грибной белок, он тяжело переваривается организмом, и для организма детей это тяжело, поэтому есть обыкновенный здравый смысл в том, чтобы не давать им сильно много, хотя им нравится, я сколько себя помню, столько я ел эти грибы, и ничего страшного, поэтому мы спокойно им даем по чуть-чуть, конечно же, вот, но приходит время, когда они подрастают, когда они могут спокойно принимать эту еду, сейчас они едят то, что я не буду есть каждый день в таком количестве, как они, эти все, там, молочные кашки, и так далее, и тому подобное, я могу там один раз с ними позавтракать вместе, точно так же, как они съесть, но не могу сказать, что мне очень сильно нравится такой завтрак, с молочной кашей, там, или еще что-то, просто прошло уже это время, и Библия говорит нам, чтобы мы возрастали в Господе, вы помните, в послании к евреям говорится, что поскольку люди, я передам это своими словами, автор этого послания пишет, по времени вам надлежало бы уже быть учителями Слова Божьего, но для вас опять нужно молоко, не твердая пища, почему? Люди отступили от того откровения, которое они получили, оставленное откровение, отвергнутое откровение, это потерянное откровение, и это замедление в духовном росте, поэтому каждый раз, когда Бог что-то говорит вам, позвольте Ему сделать полную работу в вашем сердце, в вашем духе, и в вашем разуме, чтобы это произвело то, что Он предназначил, чтобы мы не просто получили откровение, потом рванули с этим откровением, когда мне пророчествуют, например, и, кстати говоря, это очень интересная тема, вы помните, в прошлый раз, когда я был здесь на последнем служении, я уже был готов заканчивать, но Дух Святой сказал, нет, это еще не все, и мы начали дальше молиться, текли в Духе Святом, и я тогда услышал себя говорящим такие слова, что возьмите 30 дней и просто каждый день исповедуйте, что я Сын Божий, или я Дочь Божья по вере во Христа Иисуса, поэтому я имею право и власть быть благословенным человеком. Я сказал перед всеми вами, я это лично, я не готовил этого, это пришло из моего Духа, минуя мой разум, это для меня было таким же Словом Божьим, как и для всех остальных, как откровение. Я это сделал. Я вам могу сегодня засвидетельствовать, я попросил пастора Юрия, он уже говорил церкви, но мы это начали делать, вся семья, каждый день, и мы увидели, что в том же месяце, за эти 30 дней, наш доход более чем удвоился. Мы не изменили намеренно, мы не сеяли больше, мы не давали больше, что касается даяния, мы просто вот это Слово исполняли. И у меня есть сегодня для вас Слово, Церковь, проведите месячник Святого Духа. Возьмите 30 дней, когда каждый день уделите больше времени молитве языками, вы увидите, что Бог сделает в вашей жизни, но увидят это только те, кто пройдет от начала и до конца. Аллилуйя. Знаете, это одна из вещей, которыми я научился за этот месяц. Я очень ценный урок получил. Бог мне просто показал, как важно проходить от начала и до конца. И вот это Слово, которое я вам только что читал об апостоле Петре, как он, получив откровение, что Христос и Сын Бога Живого, он ухватился за это откровение, но он не позволил этому откровению до конца вместиться в свой Дух. Конечно, он в то время не был рожденным свыше еще, человеком, и он и не мог этого познать и вместить. Вы помните, когда они шли из Эмауса, да, в селение Эмаус, в селение Эмаус, точнее, которое отстояло на две стадии, там, от Иерусалима, и разговаривали между собой. Иисус уже после воскресения явился им двоим, они его не узнали. И они, и он спросил их, чего вы такие грустные? Они говорят, ну вот такая вот тема произошла. И он им говорит, о, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что написано в законе и пророках. И Библия говорит, и начал им открывать, не так ли Христу надлежало пострадать и войти в свою славу? Опять открывать откровение. И Библия говорит, у них горели сердца после этого. Откровение зажигает. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Господу. Вы знаете, у меня есть очень много на сердце чего сказать, но я бы хотел на самом деле, чтобы мы вместили для себя одну вещь такую. Откровение невозможно заработать, его можно только принять. И Бог более, чем желает дать его вам. Аллилуйя. Потому что, вы знаете, перед каждой церковью, перед каждым из нас лично, Бог ставит определенные задачи. И пастор Юрий, слава Господу за этот торт в виде храма. Вы знаете, буквально три недели назад я был в Москве. Как раз церковь пастора Эрика Реннера, у них была 13-я годовщина, и они строят храм в Москве, здание церкви. И они специально на эту годовщину организовали туда поездки на автобусе для людей, чтобы люди из церкви могли увидеть, что вот сделано. Они постоянно снимают, показывают это в церкви. Но в тот день гости были, и всех желающих автобусами отвозили туда. И вы знаете, я, конечно же, тоже поехал, и мы ходили, там пасторик рассказывал, вот здесь будет это, здесь будет то. Я ходил, и честно, я думал о Днепропетровске, я думал, Господь, придет день, когда я буду ходить вот так вот же с пастором Юрием, и пастор Юрий будет рассказывать, вот здесь будет это, вот здесь будет то, вот здесь будет это. Слава Господу! Поэтому я хочу ободрить вас. Я знаю, пастор Юрий мне рассказывал о вашей жертвенности, о том, как церковь сейчас жертвует на все вопросы, касающиеся этого храма. Аллилуйя! Вы знаете, что вы пожнете. Вы пожнете то, что вы сеяли, вы обязательно пожнете урожай в своей жизни. И я смотрел сегодня на этот торт, и у меня была одна ассоциация, он мне ковчег напоминает. Он похож на ковчег, и вы знаете, что ковчег спасения, в котором спасся первый мир всего в восьми душах. Сегодня открыт для всех. Поэтому во имя Иисуса Христа эта церковь будет ковчегом спасения для многих-многих людей. Вы знаете, что у Бога есть много людей еще в этом городе. Аллилуйя! Как Бог сказал апостолу Павлу, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе, когда он проповедовал в Каринфе, место, которое считалось в древнем мире, можно сказать, столицей разврата и всякого зла. Бог сказал, у меня много людей в этом городе. Интересно, что думал апостол Павел? Он думал, каких людей, что ты имеешь в виду? Потому что те люди, о которых Бог говорил, в тот момент, когда Он о них говорил, они еще не знали Его. Но благодаря тому, что апостол Павел находился там, он мог проповедовать это слово, и люди спасались. Давайте никогда не забывать о том, что конечная цель всего, что мы получаем от Бога, всех наших откровений является одной. Пока мы на этой земле, чтобы наполним небеса и опустошим ад. Аллилуйя! Мы здесь не для того, чтобы строить свои царства, мы строим царство Божье. Мы имеем честь и привилегию быть соработниками с Богом. Мы имеем эту честь. Это огромная честь называться быть детьми Божьими. Это огромная честь участвовать в строительстве Царства Божьего. Это огромная честь нести свет Слова Божьего, проповедовать его людям. Вы знаете, как вы чувствуете себя? Вы это хорошо знаете, когда вы свидетельствуете людям. Вам хочется прыгать, танцевать, потому что вы поделились Словом Божьим с кем-то еще. Вы кому-то рассказали о вечной жизни во Христе Иисусе. Аллилуйя! Поэтому сегодня я хотел бы помолиться сейчас вместе с вами и провозгласить во имя Иисуса Христа, что дух премудрости и откровения пребывает на этой церкви. Я верю, что новый уровень, на который выходит эта церковь, связан именно с тем откровением, которое Бог дает вам сегодня. Аллилуйя! Эта годовщина знаменует с собой рубеж. Что-то остается в прошлом и что-то ждет нас впереди. Отец, во имя Иисуса Христа, мы славим тебя на этом месте. Субтитры создавал DimaTorzok